Гостинка понятна или нет? Что по кругу есть четыре особых дерева. Это дубы, березы, плющи и буки. И вот вы просили привести примеры, и вот сейчас я их приведу, коллеги. Дело в том, что Москва, Москва, это особый, не только потому, что столица России, и где мы с вами живем, учимся не только поэтому. Москва космический город, ну вот это на семи холмах и история. И поэтому на московский трон не люди этих четырех знаков сесть не могут. Нет, они хотят, но не могут, седалище не подходит. Восемнадцать лет Москвой руководил плющ Юрий Михайлович Лужков. Уже о нем забыли? Или не забыли? Не забыли. Стучат в дверь, оттуда спрашивают, говорят, откройте, спрашивают, а кто вы? Он отвечает, я мэр Лужков. А из-за двери вопрос, а что, есть такой город Лужки? Ну мэр Лужков, он сделал это устойчивым славосочетанием. Восемнадцать лет в мозги москвичей вдалбливалось, что мэр Лужков, это Москвы не может быть без мэра Лужкова. И метод плюща, это начать с малого и прорасти всюду, захватить всю площадку. Плющ, да, и поэтому было известно, что в Москве ни один, в бытность Лужкова мэром, ни один вопрос не проходил мимо того, чтобы Лужков лично, как плющ, туда не пророс в этот вопрос. Вопрос со всеми вытекающими последствиями. Поскольку я был знаком лично и изучал плюща вот так вот вживую, я каждый раз убеждался в гении друидической астрологии. Как мне, поскольку я в бытность Лужкова, я не плющ, но от плюща получил тоже какую-то возможность куда-то прорасти. И вот все депутаты Мосгордумы, тогдашние, все разогнано уже, с которыми тогда я общался, они рассказывали об удивительных способностях Юрия Михайловича. Когда человек входил в приемную с желанием доказать мэру, что мэр не прав или что надо решить по-другому, он выходил из кабинета полностью с перекрученной головой, веря, что только так, как сказал Лужков, так и есть правильно. Это способность плюща. Они парализуют волю и сознание окружающих. Плющи прорастают, причем все начинается с малого. Как правило, плющ это скромный студент-лимитчик, ну то есть с периферии, познакомился с вашей дочерью. Сначала пророс в нее, потом она привела его познакомиться с вами, и он продемонстрировал чудеса скромности. И когда дочь сказала, что в общежитии течет крыша прямо с потолка на его кровать, течет или не течет, это науке неизвестно. То родители сказали, ну ладно, хороший юноша, ну что ж так мучаться-то, пусть поживет у нас. И плющ сказал, да-да, спасибо, я вам не буду мешать. Я тут в коридорчике, на коврике, рядом с вашей собачкой, на кухоньке мне постелите, на балкончике. Я вам мешать не буду. И вот так он вошел в семью. Через 20 лет там никого не останется. В живых и не в живых. Там будет один этот плющ, и все, что принадлежало этой семье, будет чьим? Его. Но не методом захвата рейдерского, бандитского, нет. Нет, плющи прорастают постепенно, окутывая, они обладают такой способностью. И именно такой метод 18 лет практиковался в Москве. Ну, сколько веревочки не виться, я повторюсь, я все это говорю из любви к нему. Потому что он вручил мне лауреата государственной премии, и ничего кроме благодарности я не испытываю. Но одновременно как астролог, я друидический астролог, понимаю, что лучшего примера для объяснения, что такое плющ, не найти. Так, а у кого дети плющи? Зять плющ, муж, собака плющ, тоже займет всю квартиру. Она занимает всю. Да, это метод плюща. Вначале кресла. Все займет. Да, да, все верно. Все занимает, все, да. Но не методом рейдерского захвата, а постепенным, аккуратным вытеснением мужа с дивана. С детства есть признаки, всегда маме говорили, откуда ты такая хища. Хища, да, это плющ, плющ прорастает. Он располагающий, просто размазывается. Да, да, плющ, плющ. Ну а теперь про нового мэра Москвы. Вы поняли, что Москва не под каждое седалище подходит? Не под каждое. И Лужкова мог сменить только или дуб, или береза, или бук. Но бук не подошел бы, потому что над буком всегда нависает угроза. Помните, мы сказали, что буком лучше не рождаться с 20 по 20, какое декабря? Да, по 3 декабря. Потому что над буком нависает угроза или изгнания, или лишения свободы. А мэр Москвы не должен попасть в тюрьму, это же нонсенс какой-то. Поэтому бук не годится, а нужен кто-то из этих. И кем-то оказался береза. На смену плющу явилась береза. У березы другой метод. Береза никуда не прорастает. А береза идет путем пятого дома. И если бы в зале были сотрудники московской мэрии, то они бы подтвердили, нынешней мэрии, то они бы подтвердили, что все сотрудницы мэрии влюблены в кого? В Сергея Семеновича. Да. Береза идет путем пятого дома. Путем необозримого количества жен, любовниц и детей. Подсчитать это весьма трудно. Так же, как трудно подсчитать суммарное количество активов плюща. Потому что плющ прорастает всюду и все-все прибирает к рукам. Сергей Семенович возглавляет... Он уже почти скоро достигнет Лужковского стажа. И они все надолго. Потому что такова Москва. Москва не пустит на трон человека не из особых деревьев друидического гороскопа. Или этот человек будет на коротко. И о нем забудут сразу. Типа Гавриила Попова. Который уступил Лужкову мэрское кресло. Кто этого Попова вспоминает? Нет. О нем все давным-давно. Он жив и вполне в трезвом уме. Но кто о нем вообще помнит? А о Лужкове? Ведь он плющ. Он заставил всех москвичей запомнить и выучить наизусть фразу Лужковская надбавка. Уже 10 лет прошло. Как Лужкова нет. А говорят Лужковская надбавка? Все до сих пор говорят. Потому что таков плющ. А тут береза. Это значит тоже надолго. У Собянина завершается срок полномочий в следующем году. Но президент подписал указ. Потому что береза не может без Москвы. А Москва без березы. И поэтому согласно новому указу береза остается навсегда. Навсегда. Да и плющ был бы навсегда. Но там поссорились жены. И как бы дело было, к сожалению, плохим. Поссорилась жена Лужкова с женой Дмитрия Медведева, тогдашнего президента. И одна жена решила другой показать, кто в доме хозяйка. А здесь такого не произойдет. Потому что все жены держатся под контролем. И когда очередная жена начинает слишком активно выступать по телевизору и в газетах, ей говорится, что не надо затмевать собой главную березу наших дней. Не надо дискредитировать березу в глазах. Пусть все москвички, говорит им, объясняет береза, думают, что я свободен. И что я готов подарить им свою любовь. Я сейчас вроде как иронизирую. А на самом деле я вам сейчас даю друидический уже прогноз на будущее Москвы. Поэтому, коллеги, пока другой кандидатуры не наблюдается. И значит не ждите, что мэр Москвы в ближайшее время поменяется. Не будет этого. Он как минимум просидит столько же, сколько Лужков. А это 18 лет. Это целый оборот лунных узлов. Это целое поколение детей, которые родились. Он, например, из Тюмени привел директора департамента образования, который за 10 лет окончательно его развалил в Москве. Некие Калина, если не слышали эту фамилию. Развалил образование. Про здравоохранение я вообще молчу, как и про все остальное. Поэтому, коллеги, однажды у Лужкова, Лужков уже умер, спросили, что он думает о новой Саганинской Москве. Лужков сказал, ну я не знаю, конечно, но возможность парковаться в центре у людей забрали, сказал Лужков. И я, говорит, не думаю, что это магазинам, ресторанам и прочим заведениям принесло большую пользу. То есть он плющ, он как экономист рассуждал, что вот это то, что устроили с парковками в Москве, это просто убийство торгового сектора столицы. Так или нет? Лужков оценил это так. Что я, говорит, я не думаю, что экономика Москвы от этого выиграла, что просто автомобилистам перекрыли кислород со всех сторон. Ну и так далее.